Всем доброе утро. У Сары сегодня первый день школы. Мы проснулись в 7 утра. Так, 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 извиняюсь. Саре приготовила сегодня ланчбокс. Ну, ланчбокс. У меня его нет на самом деле. Потому что она будет как бы питаться в школе, но первый день я дала ей с собой. Так как там система, я еще не разобралась, нужны деньги. Дала ей спагетти с яйцом, манго, хлопья, воду с собой дала, санитайзер. И вот в пакет, короче, ужас. У меня вообще ничего нет, но это только один день. Сегодня мне дадут ID, и я смогу зарегистрироваться, просто не могла. Вот. Сара как солдат проснулась, она очень хотела, ждала витаминки. Очень любит гренки по утрам. Тосты с кокосовым маслом, со сливочным в перемешку. Один с джемом, другой с кленовым сиропом. Мне тоже нравится. С семечками, кстати, эти хлебцы. Как настроение? Вот как раз кого-то повезли. Но Сарочка будет через несколько дней тоже ездить на автобусы. В следующий раз Сара поедет на автобусы. Нет! Мне кажется, что я больше не ее переживаю. Она так была готова, она так хотела. С вчерашнего дня собиралась, и сегодня как зайчик, просто как солдатик. Подскочила утром, когда я ее разбудила сразу с первого раза, чтобы поехать в школу, собраться. Ой, сейчас 9 утра. Меня познакомили с учительницей Пенни. Она в возрасте. Ей примерно 45, мне кажется, 50 лет. И, ну, сказала, что типа, все окей, не переживай. Она быстро вольется. У нас очень хороший класс, она сказала, и все будет окей. И сегодня я за Сарой приеду вечером, и там передадут в рюкзаке ее ID, номер, еще какую-то информацию по поводу, видимо, расписания автобуса, как он будет ходить именно до нашего адреса. В общем, это, конечно, супер. Я так переживала, что вдруг что-то не получится, вдруг ее не возьмут. Но нет, все хорошо. Сару взяли. Вот я и дома. По утрам особенная магия здесь. Прохладно, птички поют. И мне пришло уведомление, что доставили посылку. Часики. Такие интересные наборчики для мужчин и женщин. Сейчас действует акция. К 23 февраля я заказала мужской набор с часами и с ремешком. Вот он, мужской набор. И мне нравится, что здесь сменные ремешки в наборе. То есть вы можете спокойно сами снять ремешок и заменить на другой. В наборе есть вот такой ключик. И вы можете самостоятельно, очень легко заменить ремешок. Здесь написано, видишь, часовой механизм. Сделан в Японии. Все остальное там где-то в другом месте. Поменяли ремешочек. Теперь очень прикольненько. Так, по-летнему. И второй наборчик, который я хотела вам показать. Наборчик для девушек и женщин. Мне кажется, сейчас идеальный подарок ко дню 8 марта. Я вот себе выбрала часики с белым ремешком. Очень-очень красивые. И белый циферблат. Я оставлю ссылочки под видео. А также я оставлю промокод на скидку 15%. Вот мы приехали за Сарой. Пока я поняла, как нужно припарковаться и куда нужно заехать. В общем, здесь такая круговая система. Нужно заехать с специального места и встать в очередь. Вот эти все машины, которые передо мной, они за детьми. То есть они, когда выведут сейчас вон там деток, быстро каждый родитель заберет своего ребенка в машину и поедет-уедет. Поэтому очень удобно. И мы вот встали в очередь. Нам выдали вот такую вот карточку с именем Сары. Первый класс написано. Чтобы учитель видел, Сара в какой машине должна быть. Я вижу Сару в голубом платье с голубой юбкой. Играется. Я думала, она там сидит. Уже испугалась. Думала, может, она сидит одна. А нет, она играет. Молодец. Вот наш учитель Пенни. Она собирает Сарын класс. И, видимо, говорит, что пора выходить. Все, лед тронулся. И мы поехали. Все поехали за своими детишками. И мы в том числе. Сейчас Сара наива спрашивает. Сара наива спрашивает. Сара наива спрашивает. Сара наива спрашивает. Садись. Садись. Как тебе? Нормально. Нормально? Что вы так малили? Вовремя. 2.30 за тобой. Я хочу чуть-чуть на вашу. Что хочешь? Я хочу где-то. На час. Подольше хочешь? Да. Еще хотела остаться? Понравилось тебе? Честно. И что? Расскажи, что было. Там уроки были вообще легкие. И правда, ты сказала, что на компьютерах уроки были, как и было. На айпадах? Да. Серьезно? Вот это крутяк. Там компьютеры стояли. Уроки были вообще. Это игры были. Игры-уроки? Да. Легкие? Вообще. Тебе понравилось? И что, ты все поняла? Я поняла. А еще нам дали записку, чтобы мы там все подписали. Чтобы я почитала дома, да? Нет. А тебе уроки задали? Да, мне уроки задали. Дополнительные домашние уроки. Ага. Ну, там уроки были. Которые я дала. Да, мама, там была большая столовка. Там где-то... Там больше, чем в моем садике человек. Да? А ты свое достала? Я свое достала. Из сумки, да? Ты заслал? Мне они не разрешили брать рюкзак, а не пакет. А, пакетик дали, который я дала, да? Ну, хорошо. А во время урока можно было в туалет ходить, да? Да. А туалет прямо в вашей группе был? Да, туалет. Вот. Слушай, не надо, да, далеко ходить. Да. В школе нам дали вот такие две папки. Одна папка, видимо, тут с разной информацией, которую нужно заполнить. Вот, например, вот этот листик, как я поняла, для автобуса школьного, когда будут забирать и привозить ребенка. Вот разные-разные бланки, которые я должна заполнить дома сейчас. Дали на дом, чтобы я там не сидела, не занимала время свое их. Все для домашнего, все на английском языке полностью. Я так поняла, что здесь я должна дать информацию полностью о себе, о ребенке, об интересах ребенка, об уровне английского и так далее. Еще раз повторю, английский ноль. Вот. И вторая была папка с разной информацией о школе, о том, что в ней есть. Всем привет! У нас сегодня вечерняя прогулка. Решили поехать на еще один пляж около нашего дома. Минут 20 езды. Пляж называется Данэдин. Данэдин Марина. Данэдин Марина. Конечно, красиво. Смотрите, какая хипстерская машинка. Хо-хо-хо. Ой, собака какая, далматистая. А это шериха лодка. Прикольно. Очень романтично. Он над нами только что пролетел. Прям совсем близко. Какой красивый. Огромный. Всем привет. У нас такое интересное домашнее задание, если это можно так назвать. Нам дали список в школе, список имен всех детей, которые учатся в классе с Аароном. И скоро День Святого Валентина. Мы должны написать всем поздравительные открытки. Вот мы, собственно, и начали это делать. Мы купили в однодолларовом магазине открыточки. Специально для детей, в Валентинке, и к ним вот такие конверты. Купили одинаковые все, чтобы никто не обижался. И вот учительница, в общем, дала нам такое задание. Я думаю, что все детки будут всем делать открытки. Так что, чтобы никому обидно не было. Упаковка. Открыточек. Милые открытки. Доброе утро. Сара, сегодня какой у вас праздник в школе? Сегодня 14 февраля. День Валентина. Валентина. Мама, у меня рюкзак полных конфет. Как? Ну так, нам нет. Серьезно? Ну, учителю мы обидели, поэтому нам всем отдали открытки. Я отдала, и нам рюкзак полных конфет послали. Сейчас дома покажешь, ладно? Ой-ой-ой. Ничего себе. Калик подарил. Калик. Мама, а кстати, знаешь что? Что? Мак, тяжелее не проследовал. О, какой ужас. Это вам там все дарили? Сара, ну ты руки не помыла. Смотри, это Элиот. Элиот подарил фотошелонабор. Видимо, здесь принято на День Святого Валентина сладости дарить, потому что много сладостей. Мы-то открытки подписали. Эдриан. А они, детки, подарили конфеты. Чуба-чубсы. Такие браслетики. Ничего себе. Ты довольная? Да, очень довольная. Вот и нас. Вау, как красиво. Мы едем в Клиаруотер. Заехали в Нее. И здесь есть супер какой-то крутой пляж. Нет. Слушай, а чем мы тут ни разу-то не были в Олени? Мы не были. Мы проехали. Да. На небо, смотри. Я не помню. Красно. Очень красиво. Да, уже солнышко все равно. Да, мы здесь с ребятами, Паша, Марина, едем. Привет всем. Все едем, едем, едем. Все, мы вышли и идем в сторону пляжа. Правда, уже все, закат уже прошел. Привет. Привет. Закат. Море, море. Я думала, будет светло еще пофотаться, а видишь, уже не пофотоешься. Класс. Класс. Какой красный. Посмотрите, какой белый песок опять. Класс. Пошли. Вот это красота. Супер. Вау, мама. Смотри, какой белый. Да, очень белый песок. Капец. Сладкая парочка Твикс. Сара, вот что, парочка? Мы любовь с Аданом. Адан, скажи. Адан, ты меня любишь? Адан, ты меня любишь? Нет. Он сказал да. Бесплатный кинотеатр. Здесь есть еще пиратский корабль. О, Сара. Какой он большой. Вау. Пираты здесь останавливаются. Какой он классный. Шоу. Мэджик. Магия. А, здесь уличные музыканты. У нас, правда, денег нет. Сорян. Сорян. Не можем вам дать ничего. Здесь в Америке настолько все автоматизировано, что даже на машине вы можете подъехать к банкомату и снять деньги. Сделать какие-то операции здесь, кассовые. Вот я подъезжаю. Это для ленивых. Так, вставляю карту. Заберите карту. Держи. И заберите ваши деньги. Держи. Мы приехали на базар сегодня. Такой вот базарчик. Американский. Здесь платный вход 1 доллар. Нужно заплатить. Такая вот огромная здесь парковка где-то в поле. Напоминает чем-то Индию. Индийский рынок. Здесь паркователь дальше. Сейчас посмотрим, что тут есть. Тут овощи. Всякие фрукты. Авокадо. Ананасы. Дошева. Дыня. Манго есть. Клубника по 2 доллара. Можно от дерева купить апельсина. Или мандарина. Много деревьев плодовых. А вот овощи. Вообще недорого. Такие же цены, как у нас в Алма-Ате. Получается. На таких базарах. Всякие китайские, азиатские овощи и фрукты. Но их привозят здесь из Мексики. А это, кстати, тростниковый сок. Огурчики 2 доллара. А вот вообще по доллару 2. Помидоры 2 доллара. Это токатка. Напитки. Ходок. Я буду ходоком. Давай, встань. Горячий. Разнообразие, конечно, овощей поражает. Очень большой выбор. Помидорки тоже вообще недорого стоят. Вы можете видеть цены сразу. Очень прикольно, конечно. Теперь будем знать, будем ездить, овощи покупать. Вы приходите сюда назад. И они вам его раскроют. И дадут этот кокос. Внутренность есть. А почем? А почем он? Я тоже, я в Мексике, когда приезжаю, все. А там почем в Мексике? Дешевый, да? Очень дешевый. Как косовая водичка, как в Таиланде, да, доча? Как в Индии, в Таиланде. Вкусная? 2 доллара один кокос. Не дешево, но... Смузи подала. Смузи подала. Его, короче, смузи, когда делаешь утром. Да? Добавляешь. У меня жена это обожает. Кактус. Тут можно смузи из кактуса. Чистить. Прям чистить не нужно. Прям вот так. Ну, очищаешь их, и потом туда кидаешь, и все, блендаешь, и все. Прикольно. Всем привет. Сегодня Сара едет на автобусе в школе впервые. Я ее провожаю на автобусную остановку в нашем комплексе. Автобус должен заехать к нам в комплекс и забрать всех деток. Дали ей браслет, дали ей браслет, дали мне листок бумаги. Забирают их примерно где-то без 15,8. И привозят обратно, ну, примерно в 3 часа дня. Это первый класс. О, у нас белки бегают. Так что мы сейчас рано утром идем искать автобусную остановку, потому что первый раз, я не знаю, где автобус обычно останавливается. Но я думаю, что мы сейчас поймем по деткам, которые будут тоже ожидать. Все, Сара не одна, вон сидят детки и ожидают под деревом. Подружка твоя, да? Вон там, да. А, ну все, классно. Все. Все, мы нашли подружек, и она садится в автобус. Шло время, уже 3 часа дня, и сейчас приедет автобус, на котором привезут Сарочку. Я иду ее встречать. В общем, в это место приезжает автобус, это такой маленький выход. Он приезжает и уезжает с этого самого места. Почему-то я здесь одна. Но мне сказали в 3 часа. У нас пальмы тут такие, озера красивые, вон озеро одно, второе. Здесь есть аллигаторы, только нужно найти их. По-моему, я вижу Сарен автобус. В общем, какой-то автобус заворачивает, школьный. Надеюсь, это Сарен. Вот она моя дочь. Привет, ученица. Ну и что, давай рассказывай, как твой первый день в автобусе. Ну что, я, во-первых, я там сидела в кондиционерах, я там мерзла. Замерзла под кондиционером. Ах, надо себе себе одевать. Ну что, ребята, я буду заканчивать это видео. Хочу сказать пару слов о школе, о том, что Саре очень нравится. У нее школа сейчас ассоциируется с детским садом, потому что сейчас ее абсолютно никак не напрягают. Домашние задания легкие. И все проходит в игровой форме. То есть детей абсолютно не грузят. Это очень приятно. Каждому ребенку особый подход. Эту папку она должна каждый день брать с собой в школу и приносить обратно. Здесь в ней домашние задания и всякие записки от учителя всегда. Также расписание. Все доступно. Везде информируют по почте, по телефону, по смс. Письма. Такие бумажные присылает учитель, либо электронные. Кушает на ланч в школе. Завтракает дома. Еще есть завтрак бесплатный в школе. В общем, все замечательно. Нам нравится. Саре нравится. И надеюсь, вам тоже. И в следующем видео я отвечу уже более подробно по поводу школы. Что да как. Уже сяду и вам и все расскажу. Я просто сейчас собираю информацию, готовлюсь, чтобы ничего не пропустить. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.